Музыка Здравствуйте, в эфире Азбука Спорта, с вами я Никита Суханов. В Гусинозерске прошли первые республиканские детские спортивные игры. 24 команды из 21 района Бурятии собрались, чтобы выяснить, какой край сильнее. Самые взрослые участники родились в 2003 году, однако столь юный возраст придал соревнованиям только гаммуэмоций. Илья Балханов побывал в Селингинском районе и лично оценил дух соперничества. Мы от гуся Баира. Именно так зовут символ соревнований, но несмотря на говорящее имя, поблажек никому не давали. Гусинозерск принимал более тысячи участников со всех районов республики. Приехали даже самые северные края. Внимание! Юность спортсменов только украшает. Неподдельных эмоций и рвения к победе хоть отбавляй. Не важно, какой вид спорта. На фоне такого соперничества даже у тренеров сдавали нервы. После времени это было. Подрастающее поколение с достоинством проявило себя, показав вполне взрослое упорство и амбиций у них не занимать. Ещё два балла. Ещё два балла. Ты зачем занимаешься борьбой? Для чего она тебе? Стали на письке чемпиона. Особый накал в командных видах спорта. В финале женского волейбола сошлись девочки из Акинского района и кяхтинские юниорки. В упорной борьбе сильнейшими стали южане. Не менее ожесточённая борьба в это время была на футбольном поле. Золотые медали делили девочки из Хоринска и хозяйки турнира. Как говорится, помогли родные стены. Как итог, аргентино-ямайский счёт 5-0 в пользу селингинской команды. Мы защищали свой селингинский район и мы горды этим. Ожидали, что выиграете? Да, мы ждали, что выиграете. Ну а матч парней по праву можно назвать футбольной драмой. Октябрьский и опять же селингинский районы столкнулись в непримиримом противостоянии. Улан-Уденцы из клуба «Селинга» вышли вперёд ещё в первом тайме. Однако селингинцы из «Гусинки» не переставали давить. Такой дикий пыл вылился в травму игрока. До конца счёт остался неизменным. В крупном этапе мы готовились, тактики всякие там разбирали. Вот у нас получилось, забили гол. Хороший турнир. Команды сильные были. Но вы сильнее всех. Хочется отметить, что у нас тренер. Он нас очень хорошо настраивал на игры. Сложная игра. Мы уже не первый раз с командой «Гусинозёршка» встречаемся. Очень сильная команда, такая мобильная. Поэтому пришлось приложить максимум усилий, чтобы добиться. Мы сами видели напряжённая игра, помощь болельщиков. Были, конечно, стычки. Ну, не без этого футбол. Четыре дня соревнований оставили неизгладимый след у ребят. Они даже составили планы на следующие игры. Приедем на вторые детские игры. Будем вот здесь тренироваться, упорно трудиться. Всем спасибо. Курункановича себя покажет. Да! Да! Ну, мне много чего понравилось. Я даже не знаю. Ну, много чего. Как я прыгнула, понравилось. Как ты прыгнула? Да. Скажи, какие места заняла? Два вторых. Два вторых места? Да. На следующие игры приедешь? Да. Какой район самый лучший? При Байкальске, конечно! Почему вы самые лучшие? Потому что мы самые лучшие, вот и всё. Мы самые дружные. Самые дружные? Да. Мы никогда агрессию ни к другим никогда не приедем. Я уверен, что после проведения этих игр мотивация у тех ребят, которые здесь приехали, просто зашкаливала. И я надеюсь, что они вот этот огонь и ту искру, которую мы видели в их глазах, они передадут всем остальным в своих селах, своих деревнях, своих районах. После четырёх дней соревнований в общекомандном зачёте третье место заняла команда Баргузинского района. В шаге от победы остановились спортсмены из столицы республики – Октябрьский район. Ну и сильнейшими оказались хозяева – селингинцы. Призёров наградили грамотами, а также денежными призами. Отмечу, что сертификаты получили также с шестого по четвёртые места. А это Хуринский, Кяхтинский и Равненский районы соответственно. Мы самые сильные, самые лучшие, дружные. Ну давайте, ура, ура! Ура, ура, ура! Вот и закончились первые республиканские детские спортивные игры. Ну что, дебют удался. Было абсолютно всё – палитра эмоций, слёзы как от побед, так и от поражений. Держать удар могут немногие, зато ребята из каждой команды боролись за свой родной край до самого конца. Эстафету игр на следующий год принял на себя Тункинский район. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ, Селеньгинский район. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ, Селеньгинский район. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ. Илья Балханов, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ, Селеньгинский район. Илья Балханов, Ник違う леча. Илья Балханов, Ник ой заunch puzzle. Вот он р انч dans hele impact. Душа-мпания АТВ. Велоспорт, дартс и даже кружок вышивания. В Улан-Удэ на площади Совета в честь нового учебного сезона собрались разные досуговые школы. Цель – показать детям и взрослым, так сказать, товар лицом и сразу же записаться на понравившуюся секцию. Даже я слегка взгрустнул, что уже не ребенок. 1 сентября – это не только первый школьный звонок, но и первый спортивный звонок. Допустим, здесь мы можем покачать пресс и сделать отжимания, посмотреть, как далеко мы прыгаем, сделать подтягивания, повисеть на брусьях, хоть что угодно. И сразу же мы увидим дирекцию спортивных сооружений. Они предлагают разные секции абсолютно для всех желающих. Плавание, футбол, баскетбол, фитнес и пулевая стрельба. Дирекция спортивных сооружений готова принять больше тысячи детей по пяти направлениям. Два красных зонта притягивают многих родителей и детей. Лишь за два часа так называемой выставки больше ста ребятишек нашли секцию по душе. Все в одном месте, вам нет надобности куда-то ехать. Желающие записаться заполняют анкетку, которую впоследствии обрабатывают менеджеры, составляют графики занятий. То есть занятия по тому же плаванию в бассейне проводятся на протяжении 12 часов. То есть начиная с утра и до вечера. Всего в центре города собрались больше тысячи юных горожан и их родителей. Разброс секций поражал. От хоккея до ментальной арифметики и робототехники. Сегодня очень рада, что здесь оказалась. Очень много, вижу, что очень много спортивных школ. У меня сыну 12 лет, дочке 6 лет. И я думаю, что и сыну, и для дочки есть занятия достойные. Куда хочешь записаться? На гимнастику опять. Очень открытые палатки идут. Можно подойти, посмотреть, попробовать где-то себя. Ну мы еще пока что ищем. Мама хочет меня, ну куда-нибудь тут из этих кружков записать. Можно стрельбу пойду. А папа хочет, чтобы я на бокс пошла. Начала драться. К другим темам. Не красный день календаря. До сих пор многие путают дату окончания Великой Отечественной и Второй мировой войны. За датой 9 мая скрывается 2 сентября. День, когда подписан акт капитуляции Японии. В Лануде забытую памятную дату воскрешают байкеры. Екатерина Устюшенко продолжит. Для Екатерины, впрочем, как и для всех пришедших к мемориальному комплексу в Горьком, 2 сентября – знаменательная дата. Вот так, со знаменем и символом победы, в руках его отмечают ветераны, юноармейцы и байкеры. Один дедушка вернулся очень больной после войны. Весь в травмах, долго болел, потом, к сожалению, умер. А второй дедушка так и не вернулся. Он без вести пропавший. Мы все так или иначе к этому причастны, потому что наши деды, прадеды защищали Родину. И мы им обязаны просто. Большинство забыли о том, что Вторая мировая война продлилась до сентября 1945 года. Большинство об этом не знают. Очень много людей именно из Бурятии воевало с Японией, с японцами на Восточных фронтах. Многие наши ветераны, которые участвовали в Великой Отечественной войне, в войне с Японией, естественно, будут благодарны нам за то, что мы не забываем о них, так как солдат умирает дважды. Первый раз от пули, от раны. Второй раз, когда о нем забывают. Рыком моторов байкеры привлекали внимание к своей колонии, чтобы знали и помнили о подвигах, героях и об исторической дате. Встретился и совсем неожиданный участник, путешественник из Германии. Я слышал об этом событии и решил присоединиться. Я немец и думаю, что для меня важно помнить, что произошло между нашими странами, между Россией и Германией в прошлом. Путь проложили от поселка Горького, мимо Черного Тюльпана, через площадь Славы и Октябрь. Завершился пробег на мемориале Победы. Так уж повелось, что победу в Великой Отечественной войне широко и с размахом отмечают 9 мая. Но ведь окончательную точку в этой кровопролитной борьбе поставили именно 2 сентября, когда Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. И об этом надо помнить. Это были все новости, которые я и мои коллеги подготовили для вас. Занимайтесь спортом. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!